Мало кто приходит в стратегический консалтинг, чтобы остаться там на всю жизнь. Для большинства это трамплин для прыжка в успешную карьеру. Сегодня посмотрим, куда с такого трамплина чаще всего пытаются прыгнуть. Если вы еще только планируете взобраться на трамплин, посмотрите наш бесплатный имейл-курс о том, как попасть в консалтинг. Он вам здорово сэкономит время. Если же вы уже на трамплине и готовитесь к прыжку, то вот направление. Согласно исследованию рекрутинговой компании Move Me On, на Западе можно выделить топ-3 направления для экс-консультантов. Private Equity, Startups и Digital, к которому относятся сектора технологий и электронной коммерции. Здесь, кстати, есть логическая ошибка. Кто найдет, напишите в комментариях. Большинство консультантов хотят перейти в Private Equity. Это можно объяснить релевантным уровнем как заработка, так и навыков, а также более схожей корпоративной культурой в сравнении, например, с Heavy Industry. Успеха в сфере инвестиций добился, например, выходец из Bain. И бывший партнер Грегори Бреннеман, председатель CCMP Capital, американская частная инвестиционная компания и член совета директоров в Home Depot. В консалтинге Грегори работал не только в Bain, но и в качестве президента и главного исполнительного директора PwC Consulting в 2002 году. Следующий по популярности сегмент – это стартапы. В них хотят попасть 19% опрошенных. С учетом того, что консультанты сталкиваются с различными отраслями и сложными бизнес-проблемами, а также имеют неплохой нетворк с бизнесменами, бывшие консультанты могут привнести некоторую системность и улучшение в стартап. Также это направление привлекательно для кандидатов высокой ценностью реализуемого продукта и видимыми результатами, в отличие от слайдов. Оно особенно актуально, когда консультант от презентации хочет делать что-то своими руками. Так, бывший консультант BCG Оскар Хартман, работая над админием из проектов, решил основать собственный стартап – онлайн-шоппинг-клуб «Купи VIP». В апреле 2011 года компания привлекла рекордный на тот момент для российского рынка 55 миллионов долларов инвестиций. На секундочку. На одном проекте «Оскар» не остановился и основал еще кучу бизнесов в разных направлениях в России. В совокупности отрасль технологии и электронной коммерции привлекает 15% опрошенных в ВОЗ консультантов. Основное преимущество этого направления – это стремительное развитие и рост. Диджитал – это сфера, в которой нужно постоянно следить за повесткой дня и не отставать, что позволяет быть в некоторой степени в тонусе и сохранить форму после ухода из консультантов. Шерил Сенберг стала первой женщиной в сайте директоров Facebook, получив должность главного операционного директора. Начинала Шерил свою карьеру в McKinsey & Company. Правда, проработала там всего год. А до позиции Facebook Шерил успела поработать вице-президентом Google по глобальным веб-продажам и операциям. Не менее впечатляющую карьеру построила и выпускница Bain – Маргарет Уитман, заняв пост гендиректора eBay, а впоследствии перейдя в руководство Hewlett-Packard Enterprise. 9% респондентов выбрали вариант «Другое», за которым, согласно личному интервью, часто скрывается фриланс или предпринимательская деятельность. Многие консультанты дорастают до уровня, когда готовы действовать самостоятельно, вести частные консультации или блог, создавать свою компанию или даже консалтинговый агентство. Классным примером здесь является наша выпускница, Катя Завьялова, и ее проект Art of Career. Катя по специализации управленческий консультант и маркетолог, в консалтинге работала в McKinsey. Сегодня Катя в основном консультирует по вопросам развития карьеры и поступления в зарубежные топ-вузы, чему и посвященная проекту, а также попитает вышки и пишет статьи для известных изданий. Подробнее познакомиться с Катей можно в нашем интервью, ссылка в описании. А наиболее успешным примером создания собственного консалтингового агентства является Bain & Company и его основатель Уильям Бэйн, который ранее занимал пост вице-президента в BCB. Несмотря на достаточно низкую популярность госструктур среди опрошенных консультантов, некоторые кандидаты, решив перейти в паблик-сектор, достигают больших высот. Основная проблема такого перехода – это падение в заработки. Однако деньги заменяют растущее влияние. Тут уже выбор каждого. Я назову несколько имен. Питер Бутиджи, мэр города South Bend и кандидат в президенты от Демократической партии в 2020 году, ранее сотрудник МакКинзи. Мит Ромни, губернатор Массачусетса, сенатор от штата Юта, был кандидатом в президенты США на выборах 2012 года. Выпускник Бэйн. Кстати, один из основателей Bain Capital. Возвращаясь к инвестиционным фондам. Помимо карьерных достижений, некоторые выпускники консалтинга добиваются успеха и в совершенно необычных сферах для консалтинга. Джон Легган, музыкант и обладатель 10 премий Грэмми, Оскара и Золотого Глобуса за лучшую песню к фильму «Сельма», является выпускником BCG. Безусловно, российский рынок труда и консалтинга имеет свои особенности. Однако в нашей стране перспективы после консалтинга также неплохие. Чаще всего в России с консалтинга переходят в стратегические департаменты крупных компаний, либо в операционный менеджмент, но есть и более яркие варианты. Например, среди моих бывших коллег, кого я еще лично застал в McKinsey, Евгений Якушкин, директор по стратегии Alibaba в России, Константин Кузовков, директор по финансам и экономике группы «Сумма», Андрей Лобанов, основатель сети школ программирования «Алгоритмик» и Асан Кормангужин, CEO в Сбермаркет. Среди наших студентов, пожалуй, самый известный необычный трек у Рома Юнимана – политика и основатель движения «Общество. Будущее». Надеюсь, политике ему повезет больше, чем Митту Рома. Подводя итог, признаю, что стратегический консалтинг – это не кузница миллиардеров или супергероев, но, однако, вполне рабочий трамплин. Если вы точно знаете, что делать со своей карьерой, делайте это. Не идите в консалтинг. Ну а если не знаете, консалтинг будет отличной возможностью. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok